Хочу немножко порассуждать о сале. Сало очень интересный, загадочный в какой-то степени продукт. Не раз спасало жизнь нам, славянам. Вообще, свойства сала очень интересные. Оказывается, сало, несмотря на то, что является таким концентрированным жиром, оно способствует удалению из организма холестерина. И даже не просто удалению, а способствует тому, чтобы в организме холестерин не вырабатывался и не собирался. Кроме того, сало способствует тому, чтобы вырабатывались клетки иммунной системы, представляете? Поэтому его полезно зимой есть. И даже некоторые диетологи, некоторые врачи говорят, что сало способствует увеличению потенции у мужчин и у женщин. Так что сало надо кушать. Но тут такой секрет, что чем на более жестком огне приготавливается сало, тем меньше сохраняется не полезных веществ. То есть, что-то уходит, появляются какие-то канцерогены. Поэтому хочу вам такой маленький рецептик показать, как сделать так, чтобы сало защитить от открытого огня. Нарезаем кусочками, не очень толстыми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом нарезаем хлеб, тоже не очень толстыми кусками. Делаем бутерброд. Вот такой вот. И скрепляем палочками, которые заранее приготовили. Типа канапе такой. И на костер. Сейчас еще один сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, ложим не на большой, на открытый огонь, а когда уже будут клеить дрова, когда будет такой, типа, как для шашлыка. И постоянно надо почаще переворачивать, чтобы подогревалось все. То есть, смысл не в том, чтобы поджарить это все, а в смысл в том, чтобы немножко прогреть и чтобы сало не начало поджариться, начало просто таять. Сало вообще очень классно усваивается. Вообще, сейчас говорят ученые, что, допустим, раньше считалось, что яйца очень вредные. Но на самом деле, сейчас уже реже яйца усваивается почти там на 99%. После яиц идет сало. Сало очень хорошо, почти без остатка усваивается в организме человека, если не злоупотребляют. Далеко не уходите. Это только один сюжет. Дальше я еще буду в будущем делать сюжет о хлебе с лепешком, таком начиненном салом, пицце с салом. Ну, короче, будет очень много всего интересного. Все, пока. Дальше яйца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok